3000 часов тренировок украинских олимпийцев и паралимпийцев прошли во Франции, заявила министр спорта Амелиу де Акестера на открытии в Париже украинского дома «Воля Спейс». Мы знаем, через что вы проходите. Мы хотим поддерживать вас до победного конца. Мы знаем, насколько сложными были условия вашей подготовки. Мы знаем, сколько объектов инфраструктуры было разрушено. Мы знаем, сколько спортсменов было убито в результате этой агрессивной войны. Это недопустимо. Мы знаем, что каждая победа, которую вы одержите в этом олимпийском соревновании, будет значить для стойкости вашей страны. Готовиться к олимпийским играм было довольно сложно, рассказывают атлеты. Из-за постоянных воздушных тревог непросто организовать тренировочный процесс, отмечает Алексей Середа. Его признали лучшим прыгуном в воду 2023 года по версии European Aquatics. Отец Алексея – военнослужащий Национальной гвардии Украины. Постоянные переживания за него тоже сказываются. Это всегда стресс, потому что, например, я хочу ему позвонить, звоню, а он не берет трубку. Я не могу с ним поговорить, потому что он всегда занят. И это усложняло мои соревнования. Я беспокоюсь за него, но я понимаю, что такова наша ситуация в Украине. У нас нет выбора. Он должен делать свою работу, а я должен делать свою работу. Поэтому я буду делать все, что в моих силах. Миссия Национальной олимпийской сборной Украины в Париже – рассказывать всему миру о том, что происходит в Украине, и напоминать о необходимости поддержки, говорит президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гуцайт. В то время мы не знали, будем ли участвовать в Олимпиаде или нет. Прошло время. Сейчас мы видим, что российской команды нет, белорусской – нет. Весь мир увидел украинский флаг, украинскую команду, наших спортсменов. Мы еще раз напомнили миру, что мы выжили, что мы победим. Это все благодаря нашим друзьям, нашим партнерам, нашим вооруженным силам и всем тем, кто с нами во время войны, кто нам помогает. Там наши семьи, там наши дети, там наши друзья, но я знаю, что каждый из нас, кто представляет Украину, вся украинская команда сейчас думает о людях, которые нас защищают, о наших военнослужащих. Я знаю, что все они поддерживают, они смотрят соревнования, и мы посвящаем наши соревнования, наши медали, я надеюсь, в будущем им, народу Украины. Мы боремся и выступаем и за тех, кто не может сюда приехать, потому что их убила Россия, говорит Харлан. Издание «Радио Свобода» опубликовало истории нескольких украинских атлетов, которые уже никогда не примут участие в Олимпиаде. Среди них десятиборец Владимир Андрощук. В январе 2023 года он погиб, сражаясь против российских оккупантов в Донецкой области. Талантливый боксер Максим Галиничев, он выиграл золото на чемпионате Европы среди молодежи, был серебряным призером юношеских Олимпийских игр. После начала полномасштабного вторжения России в Украину добровольцем пошел на фронт. Погиб в бою в Луганской области в марте 2023. Еще один спортсмен – биатлонист Евгений Малышев. Он принимал участие в зимней Олимпиаде 2020. В начале полномасштабного российского вторжения в Украину Евгений защищал Харьков. Погиб 1 марта 2022 года. За неделю до своего 20-летия. По данным Министерства молодежи и спорта Украины, вследствие российского полномасштабного вторжения погибли 487 украинских спортсменов.